МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Год от года растет количество молодежных проектов и программ. Увеличивается численность молодежи, принимающих участие в грантовых конкурсах. О проектах Росмолодежи мы поговорим здесь и сейчас с начальником Управления молодежной политики и общественных проектов Департамента внутренней политики Брянской области Марии Раевской. Мария, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Я думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня молодежи уделяется очень много внимания и им дают возможность и развиваться, показывать свои таланты. Это так? Действительно, это так. Сегодня очень много проектов и на территории Российской Федерации, и на территории Брянской области. За последние пять лет у нас увеличилось финансирование на территории региона в 40 раз молодежной политики. И мы действительно можем сегодня дать молодежи возможность принимать участие в различного уровня мероприятиях, от областного до международного. И самое главное, что ребята участвуют для них, это участие совершенно бесплатно. Ну, например, вот о каких проектах самых таких основных мы можем поговорить? Самые крупные проекты, это, конечно, форумная кампания, которая проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Росмолодежь. Это территория смыслов, образовательная площадка. Это Таврида, которая пять лет проводится на территории Российской Федерации, и сейчас она переехала в Крым. Это и Таврида-арт, огромный фестиваль, который собрал именно творческую молодежь. И, конечно, это и Дельфийские игры, в которых в этом году принял участие Саша Нестеров, представитель Брянского государственного университета и стал участником уже российской делегации, которая уже представляла Россию на Дельфийских играх на уровне всего мира. То есть сегодня наши ребята показывают очень хорошие результаты, принимают участие в форумных кампаниях, в различных мероприятиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. И в этом году почти тысяча человек, тысяча молодых людей Брянской области представляли наш регион от Калининграда до Владивостока на различных форумах. Это и Балт-Артек, Утро, и Азимут, и, конечно, на таких крупных мероприятиях, как Формула-1. Наши ребята сегодня действительно активны и действительно очень много хотят принимать участие, но самое главное, что у них есть для этого все возможности. Но это больше творческие проекты? Это и образовательные площадки в том числе. Образовательные площадки по направлениям, например, Территория Смыслов дает возможность принимать участие ребятам в образовательных площадках, начиная от молодых политиков. Это и творчество, это и юриспруденция, и создание социальных проектов. То есть там различные направления и научное творчество, в том числе, где ребята могут встретиться со спикерами различного уровня и принять участие в беседах с ними, в диалогах на равных. И, конечно, поучиться чему-то новому, познакомиться, что немало важно, потому что именно найти единомышленников во всей России – это очень важно. И они потом обмениваются своими проектами и создают новые проекты. А мы уже им помогаем их реализовывать и подавать на гранты Федерального агентства по делам молодежи. А скажите, а какие наиболее крупные форумы с участием брянской молодежи прошли в этом году? И как наши молодые люди показали себя в таких мероприятиях? Ну, те форумы, которые я уже и назвала, и «Территория смыслов», и «Таврида арт», у нас есть победители в этих направлениях, и творческой молодежи, и научной молодежи. Наши ребята достойно представляют везде наш регион. Отбор участников ведет Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь. Это идет и заочный этап отбора, и очное собеседование. Обязательно предоставление проектов. Сегодня вообще молодежная политика строится на создании социальных проектов прежде всего и грантовой поддержке этих проектов. В этом году много всероссийских и международных даже мероприятий прошло именно в Брянске. Вот как так получилось? Регион выбран случайно? Нет, мы на самом деле за последние годы показываем очень хорошие результаты развития государственной молодежной политики на территории Брянской области. И Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит образовательные площадки по округам. И вот в Центральном федеральном округе они выбрали Брянск, потому что сегодня мы действительно занимаем передовые позиции по молодежной политике, что отрадно и за что спасибо всем, кто принимает участие в реализации проектов. Спасибо правительству за то, что нас поддерживают, губернатору Брянской области, потому что это действительно очень важно и очень нужно. И самое главное, что руководство Федерального агентства по делам молодежи отметили, что наш окружной форум был проведен на высоком уровне. Плюс недавно прошел на территории Брянской области крупный всероссийский форум волонтеров-медиков «Поколение ЗОЖ», где приняли участие представители 70 регионов России. И мы, кстати, с некоторыми встречались в Сочи на форуме, который недавно прошел, в Международном форуме добровольцев. И ребята еще раз нас благодарили за ту организацию, за тот форум, который мы провели на территории Брянской области. И в следующем году Федеральное агентство по делам молодежи предложило нам уже Брянскую область как площадку для проведения крупных всероссийских мероприятий. И мы начинаем готовить эти мероприятия. Мария, а могут ли молодые люди подать заявку на получение гранта для реализации каких-то проектов? И какие это могут быть проекты? Конечно, могут. Сегодня есть такая возможность подавать на гранты проекты не только юридических лиц, то есть юридических организаций, но и физическим лицам. Два года уже проходит этот конкурс. Он так и называется, конкурс для физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. И наши ребята активно включаются, пишут проект, пишут смету, приходят к нам. Мы им помогаем именно свою идею реализовать и уже изложить в виде проекта для того, чтобы подать на этот конкурс. И в этом году у нас несколько проектов получили финансирование, были реализованы на территории Брянской области. Например, Брянского молодежного центра, проект «Линия жизни». Это проект, когда волонтеров обучают поиску пропавших людей, умению ориентироваться в лесной местности, на воде, в городе, как правильно вообще оказать первую медицинскую помощь. Это и проекты для вузов, когда именно организации вузов, объединения ребят, студенческие клубы могут написать проект и подать его для реализации на территории учебного заведения или нескольких учебных заведений. Так у нас сейчас проходит проект Брянского государственного университета имени академика Ивана Георгиевича Петровского. Это правовая школа грамотности студентов. Это и развитие профсоюзного студенческого движения. Очень много проектов, которые выиграли эти ребята. На днях в Брянске прошел крупный форум Центрального федерального округа «Отвинта», который также стал победителем Федерального агентства по делам молодежи, грантового конкурса среди вузов, и который выиграли Брянский государственный инженерно-технологический университет и Брянский государственный аграрный университет. То есть сегодня возможности есть, есть большие суммы, которые ребята могут привлекать для того, чтобы потом реализовывать свои проекты. Это различные направленности проекты – научные, добровольческие, спортивные, все, что культурные, все, что сегодня интересует молодежь, и те проекты, которые молодежи действительно интересны. И мы сегодня выстраиваем молодежную политику так, чтобы, конечно, включать молодежь в наши проекты. Это прежде всего патриотическое воспитание, добровольчество, международные проекты. Но самое главное, чтобы молодежь проявляла свою инициативу для того, чтобы ребята писали свои проекты, вовлекали еще больше ребят в эти проекты. Но самое главное, потом могли их реализовать на территории нашего региона. Они проявляют инициативу? Проявляют инициативу, действительно это интересно. И для того, чтобы обучить, как правильно вообще свою инициативу из нее сделать проект, как правильно его написать, как правильно его представить на грант, и самое главное, выиграть, мы проводим школы социального проектирования. Среди студенческой молодежи, среди работающей молодежи, среди представителей муниципальных образований у нас есть отдельные программы, которые нацелены именно на эту категорию и именно для того, чтобы научить, как правильно подать свой проект, как правильно его написать и как правильно выделить ту главную мысль в проекте, для того, чтобы он был интересен и актуален. А какие интересные проекты будут реализованы в 2020-м? Мы создаем проект, проект уличной культуры. Сегодня действительно очень много направлений уличной культуры, которые интересны молодежи, и этот проект у нас родился благодаря такой группе инициативных ребят, дэнс-база, которые пришли к нам в этом году и предложили провести большой международный фестиваль по хип-хопу, и он прошел в апреле 2019 года с огромным размахом, очень много представителей не только России, но и других государств приняли участие в этом проекте, и мы хотим создать и сделать его более масштабным, потому что действительно это сегодня востребовано среди молодежи. Огромные проекты, огромная ответственность у нас в следующем году. Это проекты в рамках года памяти и славы, которые посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это будут патриотические проекты, это будет и работа с ветеранами, это будет работа с молодежью, школьниками, это будут и автопробеги, и образовательные семинары, и международные мероприятия по вообще популяризации и правильной трактовке истории, потому что мы знаем, что сегодня есть такие попытки за границей переписывать историю, даже когда мы встречаемся на международных мероприятиях. Иногда начинают говорить об этом, но наши ребята и волонтеры Победы с гордостью рассказывают о победе в Великой Отечественной войне, и у нас тоже есть такие проекты. Это будет крупное масштабное мероприятие. Конечно, проекты по добровольчеству мы продолжаем, их будет очень много, и дальше будем развивать новые направления добровольческой деятельности, поддерживать те, которые у нас сегодня развиваются. Эти проекты будут по работе с работающей молодежью, потому что это такая категория, которая вроде работают, заняты, но, тем не менее, у них очень много идей, и мы также будем развивать это направление. То есть очень много планов, очень много того, чего мы хотим реализовать, и очень надеемся на поддержку нашей молодежи. Да, я вижу, 2019 год еще не закончился, но вы точно знаете уже, что вы будете делать в 2020. У вас очень много планов, и я желаю, чтобы все-все эти планы, все проекты, все у вас получилось. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.